Здравствуйте коллеги, добрый день, доброе утро, то есть всем тем, кто находится у нас в разных часовых поясах. С вниманием слушал предыдущие сессии, то есть сегодня хотелось бы немножко поговорить, наверное, уже, скажем, в меньшей степени о теории, а в большей степени практики, то есть каким образом современные методы управления данными позволяют достичь вполне понятных определенных конкурентных преимуществ, собственно говоря, для решения конкурентных задач. Буквально два слова о нашей компании, то есть RecSoft это не очень молодая компания, которая больше 30 лет. Исторически мы фокусировались на разработке программного обеспечения, но, собственно говоря, за последние два года, может быть, несколько в противофазе тому, что происходит на российском рынке, мы, наоборот, инвестируем в развитие и приятно отметить, что как бы RecSoft сегодня, да, то есть это современная цифровая компания, которая включает в себя такие отрасли, как консалтинг, такие отрасли, как отраслевая экспертиза, цифровой консалтинг, который, собственно говоря, и привел, наверное, ну, стал, как бы, причиной появления подобного рода решений, о которых мы сегодня рассказывали. Если говорить, наверное, как бы, о базе и той парадигме, в которой, соответственно, мы существовали, то это исторически была разработка с права ООО. Я думаю, что многим знаком один из, наверное, таких хедлайнерских и первых проектов, крупных проектов, которые наша компания сделала, это, собственно говоря, создание маркетплейса Озон, который был сделан достаточно давно и до сих пор находится на поддержке нашей компании. Но также, наверное, стоит отметить, большие блоки – это бизнес-технологические стратегии, то есть это управленческий и стратегический консалтинг, это большой блок отраслевого и функционального консалтинга, также технологический. Если расшифровать, то, наверное, можно сказать, что лучшие команды из зарубежных вендоров, таких как Schneider Electric, таких как Siemens, Yakagawa, которые, собственно говоря, работали с клиентами и в России, и в СНГ, вот эти команды работают сейчас у нас и продолжают, собственно говоря, сотрудничество и с конкретными людьми, и с теми же самыми компаниями. Если говорить, собственно говоря, о причине, почему RecSoft начал смотреть в конкретные отрасли, в частности, мы сегодня поговорим, наверное, о нефтегазе и горнодобыче, коснемся немножко горнодобыче, это то, что вместе с этими командами, а также вместе с моей командой, которая фактически сейчас продолжает развиваться, мы получили глубокую отраслевую экспертизу. Именно понимание того, каким образом технологические процессы и бизнес-процессы у клиентов в конкретных отраслях накладываются на те IT-процессы и IT-технологии, и каким образом, какие ожидания от внедрения, какая реальная польза может быть достигнут. Ну и, как я говорил, что по итогам нашего брейншторма, который мы проводили, наверное, на протяжении нескольких месяцев, к началу этого года мы сформировали некий портфель решений. Прежде всего, он направлен на решение насущных задач клиентов. Ну и сегодня как раз мы будем кратко о нем рассказывать. Если говорить пока о проблематике, ну, по крайней мере, проблематике, которая существует на российском рынке, то можно, наверное, отметить те макроэкономические изменения, политические изменения, которые произошли, которые потребовали от клиентов достаточно большого переориентирования и перестройки своих бизнес-процессов. Это связано и с направлением развития бизнесов, это связано с поиском финансовых схем, которые позволяют полноценно участвовать в продажах, да, то есть и в развитии. Это переоценка тех направлений развития, да, с точки зрения региона, с точки зрения, скажем, конкретных компаний, да, то есть которые планировались для Merchant Acquisition, ну, то есть для приобретения. Ну, и, соответственно, как бы немаловажно то, что, как и во многих крупных российских индустриях и компаниях, да, то есть мы столкнулись с определенными ограничениями технологического характера, которые, с одной стороны, привнесли немало проблем нашим клиентам, с другой стороны, явились определенным триггером для того, чтобы, для того, чтобы, соответственно, смотреть на те решения, которые существуют и на рынке open source, и которые сейчас всем хорошо знакомы в виде, допустим, таких технологий, как ChatGPT, да, то есть другие решения, которые, как бы, другие вендоры предлагают, именно с точки зрения технологии машинного обучения искусственного интеллекта. Ну, и конкретная проблематика, которую мы решали, да, то есть исторически многие нефтегазовые компании, ну, опять-таки, многие, как бы, компании других отраслей пользовались зарубежной аналитикой. Аналитика, соответственно, представлялась, как правило, либо в виде сырых данных, либо в виде консалтинговых услуг аналитики, которая была построена на пятипозе этих данных. И в один прекрасный момент, так как использовалась подписочная модель, доступ к этим данным был потерян. Чем это результировало? Это результировало, ну, фактически, при сохранении требований бизнеса, да, то есть к поиску информации, ответа на вопросы, СЛА никто не отменял, была нагрузка на соответствующие подразделения с геологией, стратегов, то есть она выросла на порядке, потому что, по сути, как бы, то, что делалось раньше, получалось раньше за достаточно существенные деньги в виде готовых данных, да, то есть теперь как бы добывается вручную. Ну и, собственно говоря, если говорить о проблематике непосредственно отрасли, да, то есть это, как я говорил уже, это смещение акцента на нефтегазовые активы Российской Федерации, что и в регионе СНГ, что, соответственно, в свою очередь привело к необходимости усиления блока анализа эффективности добычи, анализа сравнения, скажем так, есть такое понятие сравнения аналогов, да, то есть, ну и, собственно говоря, анализ тех технологий, которые используются для того, чтобы повысить коэффициент, процент извлекаемых запасов на текущих месторождениях, ну и, соответственно, как бы получить приемлемый кэш-флоу, да, то есть как результат и приемлемую прибыльность на проект. Как я говорил уже, проблематика, которая существует, это, наверное, как бы можно отметить две части, да, то есть это первая, определенная нехватка аналитического, да, то есть инструментария и источников информации, и второй момент, да, то есть с которым мы столкнулись, с которым столкнулись заказчики, это наличие огромного количества, ну, зачастую несовместимой информации, которые есть непосредственно у клиента, то есть это различные базы данных, различные результаты, интерпретации данных, да, то есть которые, ну, по сути, как бы лежат все в отдельных местах, и получить единую картину мира по этому набору данных фактически невозможно. Ну и, собственно говоря, прошу прощения, задача, которая, по сути, была определена в процессе общения с нашими крупнейшими клиентами, то есть могу отметить, наверное, что мы согласовывали требования к системе с, ну, как бы, с большинством крупных клиентов в России и в СНГ, это, собственно говоря, первая задача фактически автоматического поиска необходимой информации о всем том, что происходит в нефтегазовом секторе, причем в режиме реального времени, да, то есть так как требования к скорости получения, да, то есть они, в принципе, как бы зачастую, даже иногда превалируют над полнотой информации. Это возможность интеграции данных из внутренних источников, опять-таки, чтобы работать с целиковой картиной. Это возможности развития системы с точки зрения аналитического инструментария, то есть это, как бы, блоки обсчеток карбонизации, это бенчмаркет текущих активов. Также немаловажно, да, то есть это интеграция с учетно-плановыми системами, производственными системами и так далее. Ну и, конечно, тема безопасности, с которой предыдущий спикер коснулся, она никуда не уходит, да, то есть та информация, которая находится, должна находиться в этой системе, она зачастую имеет гриф достаточно высокий, да, то есть поэтому требования ее сохранности, разграничения доступа, они тоже остаются. Чтобы было понимание, почему, в принципе, подобного рода система как бы интересна, наверное, можно остановиться буквально на вот этих крупных цифрах, которые здесь существуют. Мы провели анализ примерно, как бы, количества источников информации, которые могут быть полезны для клиентов, то есть это порядка больше 200 источников, регулярно публикующих дульную информацию по отраслевым событиям. Как одно из нау-хау, помимо технологического, да, то есть то, что есть у нас, это четкое понимание, да, то есть именно как бы метасхема данных, да, то есть отраслевая метасхема данных. Мы говорим о том, что, наверное, на текущий момент только у нас в архитектуре решение заложено фактически более 5000 уникальных атрибутов, которые характеризуют нефтегазовый сектор, ну, начиная, наверное, с уровня геологии, да, то есть как бы это месторождение, это непосредственно как бы все показатели, описывающие там скважины, геологию, литологию, плюс и вплоть до, соответственно, как бы определенных данных по транспортировке продуктов, по их переработке, по энергетике, то есть это, собственно говоря, вот как бы некий комплексный набор показателей, которые характеризуют отрасль в целом. Ну и, наверное, как бы последнее, то, что можно отметить, да, то есть это порядка более по текущему анализу, который мы проводили, да, для того, чтобы снять актуальный объем информации, вот, условно говоря, суточный объем информации с этих источников, это порядка более 15 тысяч новостей, которые за 24 часа, да, то есть, соответственно, система должна, ну, появляется в этих источниках, и которые система должна получить, проанализировать, внести в ядро, да, то есть и предоставить возможность уже аналитикам для работы с этой системой, с этими данными. Ну и последнее, наверное, это порядка по текущему анализу, это более 10 бизнес-ролей пользователей, то есть это начиная от геологов, заканчивая высшим руководством, которые, как бы, задача которых – получать единые сводки в едином формате, на едином источнике правды, да, то есть для того, чтобы понимать, что же происходит на самом деле в этой компании. Если говорить, ну, даже, как бы, не архитектурно, потому что архитектуру мы, наверное, не будем касаться в рамках этой презентации, мы готовы будем ответить либо на вопросы, либо дать подробную информацию позже. Если говорить по структуре работы с данными, как я говорил, что большая воронка, скажем так, от системы сбора, обработки и хранения данных, да, то есть ее задача – собрать всю необходимую информацию, которая так или иначе применима к конкретной отрасли нефтегаза. Ну, вот сейчас мы говорим о нефтегазе. Это, соответственно, предоставить широкие аналитические возможности по исторической информации, по сравнению, как бы, по получению анализа достоверности, полученной вновь информации. Это новостное обеспечение работы аналитиков, такие как агрегаторы новостей по конкретным темам, по конкретным уровням, то есть для конкретных ролей. Это методология оценки и сравнения эффективности хозяйственной деятельности, так называемая оценка сравнения с конкурентом, то есть когда анализируются текущие результаты работы в компании с данными о эффективности конкурентов. Ну и, соответственно, широкий спектр функционала по анализу данных, то есть такие как статистические методы анализа данных, это сравнение, это прогнозирование, сценарные анализы и так далее. Ну и, соответственно, результатом работы этой системы должно являться и, в принципе, рассматриваться на текущий момент нашими клиентами, можно назвать даже их партнерами по этому проекту, это обеспечение и принятие управленческих решений именно как бы на максимальном объеме доступной информации. Я, наверное, пропущу как бы этот слайд здесь более подробно, он будет у вас в материалах, которые организаторы вам разошлют, но речь идет о, наверное, как бы, если кратко, то сама модель работы с данными, она включает в себя именно автоматический сбор данных, именно трансформация данных, причем мы говорим о различных источниках, и о внешних источниках, и внутренних источниках и так далее. Это динамическое моделирование, соответственно, по сути технологических процессов, то есть и процессов разработки, месторождения, переработки продуктов и продажи. Ну и, соответственно, как в итоге мы делали определенный анализ, который был подтвержден нашими коллегами, что ожидаемый эффект от внедрения, если мы говорим в любимых, да, то есть как бы показателях многих клиентов в процентах, что в среднем как бы ожидается где-то там от полупроцента до там двух-трех процентов повышения эффективности, которые будут результировать с собой либо снижение затрат на текущие проекты, да, то есть или как бы вход в новый проект, либо повышение прибыльности в зависимости от задач, которые будет решать каждое конкретное разделение. Буквально несколько слов, наверное, о типах информации еще раз, да, то есть мы говорим номер один, да, то есть мы поставили здесь это внутренние данные клиентов, потому что по нашему опыту их огромное количество и свести все это в единую методологию, да, то есть метасхему данных, о котором я говорил чуть раньше. Эта задача зачастую бывает нетривиальная, но которая по сути дает возможность клиенту видеть именно полную картину того, что происходит у него в компании или, скажем, происходило по предыдущим проектам, ну и опять-таки как бы за счет этого принимать обеспеченные информации и решения. Ну, открытые источники информации, если говорить там о классификации, кратко говорить о классификации, то по сути мы работаем с данными, начиная от абсолютно достоверных, то есть это официальной информации регуляторов и нефтегазовых компаний, и заканчиваем мы работаем с инсайтом, то есть это социальные сети, это различные отраслевые агрегаторы, да, то есть информационные, которые, соответственно, зачастую публикуют информацию не до конца проверенную, но очень оперативную и зачастую полезную. Ну и опять-таки как бы мы говорим, что существует возможность интеграции всего этого богатства либо с ГИС-системой, которая есть уже у клиента, либо даже с внешними источниками информации, в России это Росреестр, например, ну то есть или Росгеология, Росгеофонд, когда мы можем в зависимости уровня доступа к этой информации, показывать, ну то есть видеть не только свои данные, полученные из внутренних источников и внешних источников, но также сравнивать это с тем, что предоставляют, скажем так, другие компании, в том числе и регуляторы. Если говорить про архитектуру решений, именно функциональную архитектуру решений, то здесь можно, наверное, как бы отметить следующее, что основой этой системы является так называемое ядро, в рамках которой, соответственно, реализуется подсистема хранения данных, подсистема интеграции и загрузки данных, ну то, скажем, базу, это понятный интерфейс пользователя, который, опять-таки, разнится в зависимости от ролей, там, геология, стратегии, экономисты и так далее. Ну и определенные, как бы, базовые аналитические модели и средства автоматического или преднастроенного репортинга, который, по сути, как бы дает аналитикам регулярную информацию о том, что же происходит в индустрии по тем критериям, которым интересно. То есть это может быть страна, это может быть компания, это может быть месторождение, соответственно, все это, как бы, в виде уже готовых отчетов в том формате, который нужен клиентам на регулярной основе, как система генерит сама. Но при этом, как бы, мы говорим о том, что у нас есть большое количество дополнительных модулей, которые могут быть реализованы как на нулевом этапе проекта, так и, соответственно, как бы в рамках дальнейшего развития. То есть это большой модуль по работе с открытыми источниками информации и внутренними источниками информации клиента. Стоит отметить, наверное, как бы впервые в подобного класса системах реализуются механизмы интеграции данных с производством и с управленческими системами. Ну и, соответственно, как бы, если клиенту нужно, мы готовы на основе тех моделей, которые у нас есть, уже дать расширенный функционал по комплексной технологической, технико-экономической оценке активов, учет фискальных режимов, нефтегазодобычи, средств интеграции с инструментарием и так далее. Ну, то есть, собственно говоря, если вернуться к этому слайду, мы можем исходить из следующего, что мы начинаем, условно говоря, с малого и как бы максимально необходимого, и дальше клиент в зависимости от конкретных потребностей, да, то есть может набирать себе как бы все то богатство функционала, которое доступно сейчас, либо которое может быть разработано конкретно под него. Как я говорил, да, то есть мы рассматриваем как одну из ценностей этой системы, что система, по сути, как бы ориентирована на вертикальную работу со всеми уровнями руководства и бизнес-функций внутри компании, то есть, как я говорил, начиная с геологии, также блок сбыта, блок переработки и вплоть до высшего менеджмента, который может получать, экзеки, тверхнули, скажем так, сводки, да, то есть управленческие сводки высшего характера по тому, что, собственно говоря, происходит в компании, но опять-таки как бы это делается, как правило, под заказ согласно тем процессам, которые существуют в компании. Ну и, наверное, буквально еще несколько слов хотел сказать по поводу, наверное, как бы использования данного решения в других отраслях, то есть, как бы для нас было достаточно, ну, не то что удивительно, но приятно, как бы мы были приятно удивлены, что ряд клиентов, которые представляют отрасль горной добычи, то есть они увидели другое прикладное использование данной системы, конкретно при сохранении всего того богатства, да, то есть и структура данных по геологии, по экономике, и по логистике, и по энергетике в ядре системы, да, то есть за счет того, что реализуется с более плотной интеграцией с системами контроля состояния, собственно говоря, давайте так назовем, пород в разрезах, рудниках и так далее, карьерах, соответственно, появляются дополнительные возможности, это, собственно говоря, в режиме реального времени оценивать состояние безопасности, да, то есть и предотвращать, получить возможность как бы оперативного предотвращения инцидентов, да, то есть таких, как обрушения, таких, как завалы, которые, собственно говоря, как правило, несут за собой как прямые убытки, да, то есть это повреждение техники, если это происходит без предварительного уведомления, без техники, юридические последствия с точки зрения, не дай бог, конечно, да, то есть гибели персонала, и, собственно говоря, непрямые убытки, такие как за ремонты, приостановка деятельности и так далее. И мы сейчас работаем, сказать, с нашими коллегами, в том числе, о которых я говорил, из нашего отраслевого подразделения, мы дорабатываем фактически ядро системы, структуру данных, с тем, чтобы максимально полно описать, ну, не просто, не только геологию, да, то есть специализированные характеристики, да, то есть, которые наиболее важны для индустрии горной добычи, то есть мы рассчитываем, что мы в ближайшее время эти доработки сделаем, при этом ядро системы само как бы не изменится, и уже сможем показать первым нашим клиентам, каким же образом это работает. С точки зрения, наверное, как бы примера, как бы датчиков, да, то есть, ну, как бы информация, которую мы здесь будем снимать, это и датчики обводненности, и датчики смещения, радарные системы, да, то есть, ну, все то богатство, которое, собственно говоря, у нас стоит на, на нарудниках, на разрезах, да, то есть, с задачей как раз именно обеспечения безопасности. И, наверное, как бы заключительный слайд, чтобы не занимать массу времени, да, то есть, как бы почему, собственно говоря, с моей точки зрения, как человек в рексофте, относительно новый, да, то есть, я работаю в рексофте где-то чуть больше года, чуть больше полугода, да, то есть, что же меня привлекло именно в рексофте, это, соответственно, как бы как раз комбинация тех технологических знаний, технологических навыков, которые есть у компании, это новые экспертизы, которые, в том числе, отраслевые экспертизы, о которых я кратко говорил, это четкий и понятный фокус, да, то есть, на оперативном, то есть, каждое решение придумывать и продукт не для того, чтобы, не как самоцель, да, то есть, а строится исключительно, исходя из получения конкретного, конкретной отдачи от внедрения на стороне клиента. Мы используем, скажем так, OpenStack для наших решений, да, то есть, поэтому любой компонент, соответственно, который используется в наших системах, он доступен для клиента, и для заказчиков открывает определенные горизонты по, скажем так, гибкому изменению системы, так как она построена на модуль. В принципе, если какие-то новые технологии появляются, когда интересные клиенту, интересные нам, то мы можем оперативно систему достраивать. Наверное, стоит отметить, что у нас есть, как у компании, большой опыт построения, скажем так, таких систем, распределенных систем по работе с источниками данных. Здесь из того, что из официальных референсов нужно говорить, например, с одной стороны, несвязанная система, да, то есть, это проект Автогаз, в рамках которого мы занимаемся мониторингом всего подвижного состава, но не только с точки зрения перемещения, а с точки зрения технического состояния, то есть, с оборогрузового транспорта, который был построен на заводе ГАЗ, да, то есть, сейчас работаем над федеральным проектом, федеральным проектом, который делает подобное в рамках всей страны. Также мы работаем, наверное, у нас большая, богатая экспертиза по обратному инжинирингу, да, то есть, замене зарубежных решений, начиная с уровня датчиков, да, то есть, до построения логики. Мы работаем со всеми теми передовыми решениями, которые у нас есть, которые есть на рынке, поэтому здесь, наверное, стоит отметить, что компания находится на вершине технологического прогресса, что мне очень лично импонирует. Ну и, наверное, как бы, особенно стоит отметить, еще для нас неожиданная вещь, что вот те подходы к решениям, как таким образом организовать работу с данными, да, то есть, мы упомянули нефтегазовый сектор, для которого это решение разрабатывалось изначально, мы упомянули горную добычу, которую, как бы, страна которой есть интерес и для которых мы сейчас готовим, можно сказать, пастомизированное решение. Но также достаточно неожиданно для нас заказчики с финансовой сектора, это банки, страховые компании и заказчики, наверное, как бы сферы безопасности, даже не информационной безопасности, а, скажем, скорее финансовой безопасности, очень заинтересовались подобным родным решением, именно как, с точки зрения того, что как найти информацию, как ее сопоставить, условно говоря, как сопоставить несопостоимые вещи с первого взгляда и получить определенную аналитику и выводы. То есть, как бы, это еще один такой достаточно большое и неожиданное направление и перспективы для развития этих технологий, которые мы видим сейчас. Вот, на этом на самом деле все. Я надеюсь, я уважился во время и готов коллеги ответить на ваши вопросы. Безусловно, мы понимаем, что существуют подобного рода системы и разработки в любой крупной компании. Но, опять-таки, мы готовы поделиться нашим опытом и нашим видением, то есть, каким образом эти системы должны быть построены именно с точки зрения решения конкретных бизнес-задач. Дмитрий, да, спасибо вам большое за интересный доклад. Тут, кстати, уважаемые участники, небольшой опрос от компании. Также просьба ответить, пока Дмитрий будет отвечать на вопросы. Дмитрий, да, есть ряд вопросов к вам. Давайте попробуем на них ответить. Еще ближе к началу презентации был вопрос от Олега. Как проводится оценка карбонизации? Ну, оценка карбонизации, там, на самом деле, есть определенные методологии, выработанные в том числе и Международным энергетическим агентствам, да, то есть, которая, соответственно, была утверждена с определенными изменениями на уровне Министерства энергетики и России, и стран СНГ. То есть, существуют определенные технологические методики оценки, да, с каким образом, ну, то есть, какой карбоновый термин, да, то есть, какой карбоновый след оставляет, да, то есть, условно говоря, там, условно-технологическая единица при использовании определенных технологий на конкретном объеме добычи, да, то есть, это, ну, как бы связано с добычей, есть подобные методологии по транспортировке нефти, есть подобные технологии по энергетике и по переработке, мы берем, собственно говоря, усредненные оценки по тем методологиям, которые существуют, и ставим их, условно говоря, в соответствии с либо плановыми данными или теми данными, которые мы получаем, да, то есть, по объектам, по нефтегазовым активам, либо, соответственно, мы можем даже, как бы, оценивать это при условии интеграции с производственными системами, можем оценивать это на определенном агрегированном уровне в режиме близкого к реальному времени. Дмитрий, спасибо большое. Далее вопрос от Людмилы. Какой инструментарий вы используете при анализе новостей и внесении данных в ядро? Ну, и, соответственно, как решаете проблему дублирования информации в новостях? Как прокомментируете? Да, давайте, как бы, я, наверное, не буду очень подробно останавливаться именно на технологическом стеке. Я, наверное, отвечу следующим образом. Да-да. Вот. Я отвечу следующим образом. Смотрите, как бы, по результатам пилотов, которые мы проводили, исследованиям, каким образом используется правильная работа с источниками информации. К сожалению, для нас, да, то есть единого ответа нет. То есть, по сути, мы в зависимости от типа источника используем разные функционалы, разные решения для краулинга, да, то есть, по-русски говоря, пылесосения, как бы, этих источников, потому что в зависимости от технологий, на котором создан создан решение, создан, условно говоря, веб-сайт, либо там социальная сеть, либо что-то еще. Соответственно, технологии, оптимальные технологии для поиска и захвата этих данных, да, то есть они разные, также, как бы, как и разные технологии по работе с внутренней. Я могу так сказать, что у нас на текущий момент есть порядка четырех-пяти типов краулеров, которые у нас работают по источникам информации. Дедупликация, соответственно, осуществляется на этапе мэппинга информации, да, то есть, и ее оценки аналитиком. Почему как бы на этом этапе? Потому что, собственно говоря, зачастую бывает совпадение где-то порядка там по 70-80% информационного наполнения, но иногда бывает ситуация, когда 10% и даже 5% отличающейся информации является критичной для, именно, как бы, для оценки события, да, то есть, поэтому, как бы, у нас есть механизм, когда аналитик, который работает с этой системой, он видит, условно говоря, подсвеченные системы, да, то есть, вот эти отличия и может принять решение либо в автоматическом режиме, либо в ручном режиме по, скажем, верификации этих данных, подтверждение загрузки их в ядро системы. При этом сам механизм, скажем так, мэйпинга, да, то есть данных, да, то есть и анализа данных, он на этом этапе получает автоматическую коррекцию за счет использования механизмов машинного обучения, то есть вот эта модель, она происходит, собственно говоря, ну, она проходит постоянную доработку вот в таком невидимом для клиента режиме. Был еще вопрос, ответил ли я на вопрос или там еще какой-то... Ну, то есть вот Людмила дауточняет, то есть вы используете при этом нейронные сети? Смотрите, у нас мы пошли как бы по принципу чем проще, тем лучше, да, то есть, ну, вот мы, поэтому как бы мы используем классический email и искусственный интеллект, решение по email и искусственному интеллекту на как бы первом-втором этапе, да, то есть на этапе, соответственно, оценки достоверности, да, то есть из, скажем, анализу, скажем так, несопоставимых решений, напрямую несопоставимых решений, да, там используется элемент, ну, скажем, такой большой нейронной сетью а-ля чат-джи-пи-ти это назвать сложно, но там есть элементы нейронной сети, которые позволяют, собственно говоря, делать, находить зависимости от различных событий, которые происходят, которые с ним захватили. Спасибо, Дмитрий. Смотрите, тут вопрос от Ержана, вот если вам удобно вкладку вопроса и ответы открыть, просто, по-моему, вы уже на него ответили, ну, может быть, вот вопрос по качеству данных, как вы проводите проверки, когда дупликация данных, тоже вы рассказали, вот единственное, если данные на уровне загрузки очищаются с помощью ETL, например, как следите за консистенцией данных в разных модулях, ну, при их обратном переиспользовании? Да, смотрите, вопрос очень хороший, на самом деле, мы с ним столкнулись в рамках обсуждения с клиентом, самый простой механизм, то есть это, условно говоря, получить новую запись, оценить ее, то есть признать ее корректной, да, то есть использовать дальше, но в процессе работы аналитиков, ну, как бы, и геологов, и экономистов, да, то есть зачастую бывает необходимость вернуться назад, да, то есть посмотреть, собственно говоря, во-первых, историю изменения, да, то есть во-вторых, как бы, любое, ну, то есть любая информация, которая была, может быть получена даже из официальных источников, она может быть неточной, да, то есть вот, соответственно, за счет того, что мы храним большое количество исторической информации в системе, да, то есть и в структурированном, и не структурированном виде, у нас появляется возможность, собственно говоря, провести, либо как бы ручной анализ, да, то есть посмотреть историю изменений, что же происходило там, конкретно вот на объекту, на всю глубину, как бы, хранения исторической информации, либо, соответственно, система появляет, получает возможность, как раз использование неровных сетей, да, то есть, которых спросили до этого, выявлять аномалии, да, то есть, соответственно, одна из, как бы, задач, как раз искусственного интеллекта, это поиск, ну, помимо поиска зависимости, да, то есть это поиск аномалий, и система, по сути, как бы, когда я говорил, что аналитик получает определенный, как бы, сигнал, да, то есть в своем интерфейсе, он видит подсвеченные системы, да, то есть в том числе аномалии, причем аномалия может быть, как бы, как в плохом виде, да, то есть как некорректной информации, так и новая информация, которая появилась, проскочила где-то в каком-то из, там, 200-300 источников, да, то есть, но которая критически важна для оценки, там, либо актива, либо, там, события, которое произошло в нефтегазовой отрасли, и, там, скорость реакции на него, она может быть критична, вот поэтому, как бы, задачу системы, отвечая на вопрос, мы храним максимальное количество информации в системе, в том числе исторической, поэтому, как таковой, вот, детель процесс, именно, как бы, получил новую запись, стеж старую, у нас, выглядит другим образом, мы храним историческую информацию, одновременно проводя верификацию, там, либо в ручном режиме, либо в автоматическом режиме по расхождению, ну, то есть, это механизм стат-анализа, да, в том числе, о котором я говорил, да, это. Спасибо большое вам, Дмитрий, за интересный доклад, буду вам благодарен, если еще в чате ответите на вопрос, это еще также, Людмила уточняет, в принципе, давайте еще минутку потратим, есть ли планы развивать дополнительные информационные блоки и бенчмарки, ведь во многом эффективность принимаемых решений зависит от знания, именно глобального рынка, то есть, как у вас? Да, смотрите, я тогда, сейчас в момент, наверное, вот я вернусь на вот этот слайд, да, то есть, я не останавливался, как бы, надолго, то есть, так как время ограничено, смотрите, бенчмаркинг, да, бенчмаркинг, соответственно, он, как бы, существует на текущий момент в отрасли, в нескольких основных видах, да, то есть, ну, два, наверное, как бы самых востребованных, это бенчмаркинг по аналогам, то есть, это по геологии, по запасам и так далее, ну, то есть, и здесь, как бы, мы реализуем это, скажем, ну, то есть, большая часть этого функционала реализована уже в рамках стандартной аналитики, когда вы можете вывести на экран ядре системы, юзер интерфейса, вы можете вывести различные, как бы, либо активы, либо блоки активов, да, то есть, и посмотреть, собственно говоря, агрегированную информацию по характеризующую там работу, то есть, это объем добычи, это инвестиции, это, соответственно, производительность, это анализ, там, условно говоря, прибыльности, там, если, как бы, эта информация есть, но в основном это геология. И второй модуль, о котором я говорил, то есть, это комплексная техника экономическая аналитика по активам и модуль фискальных режимов нефтикратной добычи, то есть, вот эти системы, они уже позволяют вкупе с, скажем, информацией по, технической, экономической информации по обустройству месторождений, то есть, фактически по затратам, да, то есть, позволяют моделировать, ну, скажем, с точностью где-то там до 20%, да, то есть, 20-30% на этом этапе, моделировать, в принципе, прибыльность проекта, то есть, многие клиенты используют подобного класса решений для, для, извините, за тавтологию, для принятия решений, ну, то есть, они смотрят, то есть, условно говоря, при, там, входе в этот проект, мы получим, там, соответственно, как бы затраты, там, капекс-опекс составят, там, на таком-то периоде, такие-то объемы, на полку добычи мы выйдем тогда-то, да, то есть, там, как бы кэшфлоу у нас, MVP, соответственно, в ноль мы выйдем тогда-то, да, то есть, будем получать, соответственно, там, такую-то прибыль на протяжении, там, такого-то периода. Здесь, соответственно, учитываются уже и фискальные режимы конкретного региона, где происходит, ну, где данный проект будет оценен, здесь учитывается определенное прогнозное значение по стоимости, ну, давайте так назовем, энергоносители, да, то есть, на какой-то период времени, то есть, на время работы проекта, понятно, что это динамически меняющаяся информация, вот, и, соответственно, в итоге получается достаточно такой интересный скоринг, да, то есть, по проекту, в рамках которого, опять-таки, можно также делать определенные манипуляции, то есть, условно говоря, войти в проект, на сто процентов сейчас, да, то есть, и закопать туда капель в сотек, сразу получить, там, отдачу максимально в риски, там, период, либо, соответственно, модифицировать, скажем, график вхождения в проект, разнося затраты, да, то есть, как бы на период, ну, и, соответственно, как бы посмотреть, каким образом прибыльность тогда данного конкретного проекта будет выбить, ну, потому что вещь достаточно интересная, то есть, и отвечая на вопрос, да, то есть, эти, как бы, модули у нас, соответственно, либо есть, либо планируются, то есть, то, что у нас есть сейчас, у нас есть математические модели, которые обсчитывают, ну, общитывают, общитывают полученную информацию, да, то есть, решают задачу, как раз комплексного бенчмаркина, поэтому бенчмаркинг, да, есть, он, соответственно, отраслевой, он, ну, давайте таком, он отраслевой технический, да, то есть, отраслевой экономический, если можно так сказать, да, то есть, вот, две, как бы, две разновидности такие, основные. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое за ответы на вопросы, спасибо большое за вашу презентацию, да, мы тут чуть выбиваемся из тайминга, но думаю, ничего страшного. Да, коллеги, спасибо вам огромное, да, я, как бы, оставлю, и данные материалы будут у организаторов, а также, как и мои контакты, поэтому мы будем всегда рады ответить на вопросы, и, наверное, стоит отметить, что мы достаточно часто сейчас бываем и в Казахстане, и в Узбекистане, поэтому, если есть необходимость рассказать это лично, и, может быть, даже показать, как это работает, всегда будем готовы и рады это сделать.